Приветствую всех на канале Тегитюб. В этой серии поговорим о ремонте бензопилы. В данном случае проблема со стартером на китайской пиле. Смотрим симптомы. Катушка стартера раскручивается и скручивается как обычно, но мы не слышим усилия, не слышим движения поршня и просто слышим треск. И ничего не происходит. Никаких попыток завестись или дать искру на свечу. На название фирмы не обращаем внимания. Нам могут только пригодиться некоторые цифры, но это в случае покупки деталей, в случае замены каких-то узлов. Самой популярной проблемой, и это в принципе недорогой ремонт, является неисправность звездочки стартера. Но конечно же нужно проверить остальные узлы, чтобы убедиться, что там все в порядке, заодно при возможности можно почистить труднодоступные места. Этот стартер у нас с так называемым плавным пуском. Пружина мягко растягивает и возвращает шнурок. Как видим, при нагрузке звездочка не вращается, соответственно не передает стартовый импульс на маховик. Разбираем, смотрим. Вот и причина неисправности. Лопнула пружина механизма планного старта. Решается эта проблема в принципе тремя способами. Первое, это замонолитить звездочку, убрать пружину, просто ее приклеить, прикрутить к корпусу, вот эту всю пластиковую светлую часть склеить, скрутить в одно целое. Второй вариант, подогнуть пружину и скажем так ее просто укоротить. Здесь придется немножко постараться и нужно быть очень аккуратным, чтобы не допустить одну из ошибок. Сейчас я ее покажу. Вот на этом этапе ремонт уже становится гораздо сложнее. Чтобы собрать обратно возвратную пружину, нужно потратить много времени и усилий. Если вы выбрали второй вариант и решили восстановить пружину плавного старта, то нужно это делать аккуратно. Слишком сильный резкий изгиб просто сломает пружину. Ну, желательно, конечно, эти места, края, которые будем гнуть, предварительно прогреть газовой горелочкой. Отдельно такая пружина стоит в районе одного доллара, поэтому если не хотите заморачиваться, это не проблема. Просто купить и поставить аккуратненько новую. Далее в процессе обратной сборки я много времени потратил на сматывание возвратной пружины, та, которая выстрелила в кадре. И поскольку я чинил на тот момент ни одну пилу, мне было рационально и выгодно заказать весь узел стартера в сборе. Такой обходится от 2,5 до 5 долларов. Кстати, остатки пружин можно использовать в снастях для зимней рыбалки. Таким образом, третий вариант ремонта, и он не менее бюджетный, это купить весь узел стартера в сборе целиком. Эту деталь и некоторые другие на вторую пилу мне продавцы подобрали просто по фотографии. Я сфотографировал пилы сбоку, а дальше они все уже сделали сами. Сами знают, что куда подходит, что с чем взаимозаменяемо. Даже есть возможность выбрать цвет. Также был вариант поменять только ролик стартера. Его стоимость менее доллара. Это сама вот эта катушечка со звездочкой, но без плавного пуска. Или заметь весь механизм на вариант без плавного пуска. Он стоит тоже дешевле, но все-таки рекомендовали оставить такой. Ну и момент истины. Проверяем работоспособность и ставим лайк под видео, если оно было для вас полезным. В завершение скажу, что этой пиле около 5 или 6 лет и ремонтировалась она впервые. На этом все. Спасибо за внимание. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok